Здравствуйте, дорогие читатели! Вас приветствует молодежная библиотека. Кровический проект «Крым. Я тебя люблю» продолжает свою работу в онлайн-режиме. И сегодня мы с вами отправимся в таинственное место, которое находится близ нашего города Симферополя, урочище Таш Джарган, которое славится своими и природными, и историческими памятниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Приглашаю вас на видеопрогулку в урочище Таш Джарган. Таш Джарган – это название урочища и горы, расположенных в Крыму, недалеко от Симферополя. Современное его название, по-видимому, происходит от изначального Таш Джарган, что в переводе с тюркского языка означает «камень с расселенной» или «расколотый камень». Топоним подчеркивает главную особенность рельефа этого массива. Его западный склон действительно прорезан глубокой скалистой расселенной. Сейчас это популярное место отдыха не только для туристов, но и для местных жителей, ведь так редко в наше время в непосредственной близости от города можно встретить чарующие пейзажи дикой природы. Географическое положение. Таш Джарган представляет собой горный массив, который находится в пределах внутренней гряды Крымских гор. Он тянется на 125 километров от германских высот до горы Агармыш. Высота Таш Джаргана составляет около 546 метров. Урочище расположено между живописной рекой Альма и самой длинной крымской рекой Салгир. Ближайшие населенные пункты – это села Партизанское, Левотки и Чистенькое. Название Таш Джарган носило также исчезнувшее село, которое располагалось в балке у подножия одноименной горы. Оно упоминалось в 1579 году в письмах польского посланника Мартина Броневского. Считается, что на данной территории в то время жили караимы. После указа Екатерины II о присоединении Крыма к России в 1784 году поселение было приписано к Симферопольскому уезду. В результате реформ Павла I с 1796 по 1802 годы Таш Джарган принадлежал Акмечетскому уезду Новороссийской губернии, а после 1802 года вошел в состав Эскиардинской волости Симферопольского уезда. Осенью 1805 года в деревне насчитывалось 14 дворов и 70 жителей. Все они были крымскими татарами, но уже в 1842 году большинство татар перебралось в Турцию, и в селе осталось менее пяти дворов. В 1860-х годах после проведения земской реформы Александра II Таш Джарган был приписан к Мангубской волости и фиксировался в бумагах как хутор с одним двором и пятью жителями. В 1892 году селение входило под горнепетровское сельское общество и состояло из трех жителей в трех домохозяйствах. После 1900 года село Таш Джарган больше не упоминается в документах. Наибольший интерес у туристов вызывает грот Тешкли-Каба, название которого недаром переводится как Дырявая пещера. На скальной поверхности плато у самого восточного края Куэста деяет огромный провал. Отверстие идеально круглой формы, диаметром около 4-5 метров. Это верхний вход в пещеру. Кажется, что в ее мраке прячутся персонажи преисподней. Однако, если туда осторожно заглянуть, то окажется, что внизу на глубине 12 метров находится огромный широко распахнутый долину грот, а восточная бровка плато представляет собой всего лишь узкий каменный мостик, нависающий над его входом. Только спустившись на самое дно грота, можно ощутить его истинные размеры, а заодно и поразмышлять об удивительных природных процессах, создавших это каменное чудо. Однако любые, даже самые смелые предположения, скорее всего, окажутся неверными. Загадку образования Дырявой пещеры ученые разгадали совсем недавно. Новая, без всякого пафоса, революционная теория формирования карстовых полостей в предгорье при самом активном участии артезианских восходящих водных потоков наиболее полно и правдоподобно объясняет, когда и как возник этот удивительный феномен. Оказывается, куполообразный грот пещеры Тешкли-Каба представляет собой всего лишь фрагмент, жалкий остаток некогда очень крупной карстовой полости, простиравшейся к востоку от современного уступа Куэсты. Если присмотреться внимательно, ребристый сферический потолок грота – это типичный вскрытый купол, а под щебнистыми нагромождениями на полу грота наверняка скрываются древние питающие каналы. Можно только гадать, с какой огромной силой и скоростью врывались сюда снизу потоки напорных артезианских вод, если в результате они выточили в прочных, но мулитовых известняках такую огромную, ее объем составляет около 4000 метров кубических, полость. Урочище Ташджарган – прекрасное место, которое туристы стремятся запечатлеть на память, делая фотографии и снимая видео. Особенно часто они делают это на фоне скалистого склона горы, который в выветривании украсило фигурами самых причудливых и фантастических форм. Весной эта территория впечатляет своей яркой красотой, ведь зацветают первоцветы, горецвет, адонис, дикие пионы. Осенью здесь тоже очень живописно, к тому же можно отведать созревший кизил. Если подниматься на склон горы в районе села Партизанское, то можно увидеть одноименное водохранилище, которое весьма гармонично вписывается в местный пейзаж. От столицы нашего крымского полуострова, города Симферополя, до Ташджаргана можно добраться как на собственном автомобиле, так и на городском транспорте. Если выбрать второй способ, то в Симферополе следует сесть в маршрутке под номером 57 или номером 86, которые едут в село Чистенькое и в село Левотки. В обоих случаях надо выйти на конечные остановки и немного подняться по дороге. От населенного пункта Левотки можно выйти на край полото, противоположный Ташкликаба. А если вы хотите попасть сразу к гроту, то от села Чистенькое надо выбраться на грунтовую дорогу, а на развилке повернуть влево и вниз. На машине надо двигаться из Симферополя по дороге на Бахчисарай и проехать до села Левотки или Чистенькое, в зависимости от того, какую часть горы желаете осмотреть первой. На слайде в презентации вы можете видеть координаты сел. Таш Джарган – уникальное место, которое подходит для посещения в любое время года. Величественная красота крымской природы и исторические достопримечательности не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Здесь есть все условия для познавательного и приятного отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok